С 28 мая в Турции возобновляют движение поезда, а с 4 июня начнут летать самолеты. Но приобрести заветный билет сможет далеко не каждый гражданин республики. Путешествовать смогут только те, у кого есть справка. Разрешение можно получить через мобильное приложение. Подробности в материале. Пандемия в Турции идет на спад. В связи с этим в стране скоро откроется ЖД и авиасообщение. Первые скоростные поезда между провинциями начнут курсировать уже с 28 мая. Составы, находившиеся в вынужденном простое, из-за пандемии почти два месяца будут загружены только на 50%. Ношение масок во время движения – обязательное условие. Пассажиры в области старше 65 и младше 20 лет должны иметь для себя специальное разрешение. Иначе они не будут допущены к поездке. Кроме того, деньги, закупленные билеты, возвращаться не будут. За рассадкой каждого пассажира будут следить проводники. Для того, чтобы получить специальную справку, гражданам нужно воспользоваться мобильным приложением и получить цифровой код. Приложение, разработанное Минздравом, располагает данными зарегистрированных ковидных пациентов. Регистрируясь в приложении, гражданин соглашается на расшифровку своих личных данных и местоположения. Таким образом, приложение определяет, мог ли человек контактировать с зараженным ковид-19. И на этом основании выдает ему так называемый «код здоровья». Врачи уже успели дать положительную оценку на ухау, однако все же советуют воздержаться от поездок без вынужденной причины в период пандемии. Думаю, что это хорошая идея отслеживать передвижение граждан. На этом этапе очень важна профилактика заболевания и предупреждение пассажиров в случае возникновения риска заражения. Для авиаперелетов, которые запустят уже с лета, гражданам также понадобятся разрешающие коды. Из минусов система Минздрава еще не располагает в полной мере данными. Количество граждан, зарегистрировавшихся в приложении, пока не дает основы для получения полной картины возможного риска. В ведомстве надеются, что пополнение базы – это вопрос времени.